Грациозные кони, потешные бегемоты, вялизные слониха мая. Усих этих живел гомельшане смогли не только убачить, а лейда кожного докрануться. У центра города отбылась мини-презентация программы Великого Венгерского цирка. 15 вересня артисты распочнуть новый цирковый сезон. А до этого вы решили крыху приоткрыть темницы своего представления. Дмитрий Котов с подробностями. Представление, которое проходило каля территории гомельского цирка, абы Яковых не покидала. Проходжи испынялися и с захоплением назирали за тем, что отбывается побач. Особливо, коли почали заявляться артисты. Першими на импровизованную сцену вышли кони. Бегемоти Халина засталася у клетцы, але спокойно реаговала на фотоуспышки. Кульминацией стал грациозный выход о маль трехтонной слонихе маи. Як любая соправдная артистка, яна охотно позировала и навод дозволяла себе погладить. Таким незвычайным перфомансом венгерского цирка, гомельшане засталися вельми задоволенные. Я очень рада, что именно так представляет венгерский цирк. Люди уже заранее знают, что там будет, насколько интересна будет программа. Желаю, чтобы каждый цирк мы встречали. Рада, что они к нам приехали. В нашем городе вижу такое впервые. Как-то на моей памяти не было такого. Очень побольше таких мероприятий. Глядошоу у гомельским цирку чакаешь мать цикавого. На арену выйдут так само ламы, верблюды и зебры. Усих подробязанности о представлении дрессировщики по кульне рассказали, а лени которыми сокретами поделились. Самая интересная изюминка номера с эксотикой – это то, что некоторые животные в природе вообще друг с другом не встречаются. Существование другого вида не знают. Поэтому самое тяжелое было – это их совместить в единый номер. В этом и является изюминка. А кроме того, в программе разностайные аттракционы с уделом гимнастов, жонглеров и, конечно, веселых клоунов. Новая программа, якая открывает цирковый сезон у Гомеле, распочнется 15 вересня и протягнется ровно месяц. Представления будут проходить по выходных днях. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, отели радиокомпания Гомель.